Как можно заработать на рукоделии в США? Я стараюсь показать веб-сайтах, где это делается, где можно продавать свои изделия, где можно покупать ткани, в каких магазинах или на каких веб-сайтах, что можно заказать. И сделаю, наверное, какие-то свои выводы по этому поводу, а вам предоставлю делать свои выводы, насколько это для вас будет полезно, насколько для вас будет приемлемо, интересно. Кому интересно это видео, пожалуйста, оставайтесь со мной, а я начну. Думаю, что лучше, наверное, показать, чем больше рассказать, в принципе, что на меня смотреть. Думаю, более интересно посмотреть на то, что именно, какими ресурсами я пользуюсь. Немножко расскажу о себе, о том, какой путь я прошла здесь. В этом плане по специальности я технолог швейно-трикотажного производства. Когда я сюда приехала, конечно, язык у меня был практически минимальный. И для того, чтобы устроиться на работу по специальности, конечно, не было даже и мысли о том. И первое время я работала по уборке, на том же предприятии по уборке в Доме престарелых. Там же, где работали мои сестры, которые помогли мне найти эту первую работу. Вот, и дальше я работала по уходу за папой тоже. И в это же время я стала думать о том, где я могу занять себя, в общем-то, любимым делом. И что я могу сделать для этого. Вот, конечно, я купила первым делом швейную машинку. Первое время она у меня была очень старой, из Гудвилла. Буквально за 7 долларов, наверное, за 11, что-то такое, я уже не помню. Вот, но со временем я приобрела хорошую швейную машинку. Она, кстати, до сих пор у меня еще есть, я ей пользуюсь. Вот, потом моя мечта была приобрести вышивальную машинку и освоить, потому что я никогда этим делом не занималась, но меня это очень привлекало. В конце концов, вот она, позади меня эта машинка вышивальная стоит. Вот, уже практически, да, уже выплатили мы за нее. Она достаточно дорогая машина, стоит 4 тысячи чем-то, но это не так важно. Можете найти любые другие машинки, но советую, если вы будете заниматься, конечно, профессионально, то брать качественную машинку, потому что то, что это дешево. Я смотрела в Алмарте, механик сказал, что эта машина, она просто из пластиковых деталей, которые очень быстро стачиваются, и она приходит в негодность, поэтому нет смысла выбрасывать на нее деньги. После швейной машинки я приобрела Аверлок и, в конце концов, приобрела вот еще вязаную машину. Поэтому у меня, в принципе, кроме распушивальной машины, у меня есть полный комплект, и я могу заниматься тем, чем я хочу заниматься. Потом я узнала, в принципе, я начала, когда у меня была необходимость, я начала работать из дома, в то же время, пока я работала по уходу за папой, жила с ним, я не могла никуда уехать и бросить его. Я работала, как открыла свой бизнес, и я делала ремонт и подгонку одежды. Люди ко мне приходили, я давала объявления на веб-сайтах, и знакомые, и русскоговорящие, и американцы все приходили ко мне домой, и я делала кое-какую работу по подгону, по ремонту одежды. Вот так как у меня уже машинки все были, и мне это не составляло особого труда, и тем не менее какой-то доход это все-таки приносило. Конечно, я делала налоговые отчеты, платила таксы, так как у меня сильно там большого дохода не было, поэтому в основном таксы я не приходилось платить даже. Потому что там какие-то списания были на нитки, на электричество, на запчасти, на иголки, на материалы. Вот, поэтому, если, конечно, это был большой бизнес, то другое дело. У меня как это была небольшая подработка, небольшие деньги, то поэтому я особо ничего и не платила с этого дохода. Когда я переехала сюда, вот, в пригород Чикаго, я обнаружила для себя, вернее, я и до этого еще знала, и еще один веб-сайт, я вам скажу, вот, но я обнаружила для себя один ресурс, на котором люди продают свои изделия. Потом я нашла видео не так давно, женщина, которая рассказывает, она уже, в принципе, давно занимается бизнесом на этом веб-сайте, это не обязательно швейные. В общем, все вещи, которые вы можете сделать своими руками, вы можете продавать на этом веб-сайте. Главное найти то, что пользуется спросом, имеет какую-то свою изюминку, которая востребована на рынке. Тогда, если нормально раскручивать этот веб-сайт, знать все нюансы, то, в принципе, можно зарабатывать неплохие деньги. Но для того, чтобы только начать, на это не стоит рассчитывать, что вы будете сразу зарабатывать какие-то большие деньги. Поэтому, если вы только переезжаете в США, или вы начинаете это делать там, где вы еще живете на старом месте, чтобы раскрутить это все к моменту приезда, потому что этот веб-сайт, он работает, в принципе, во всех странах мира. И если у вас достаточно хорошо пойдет эта продукция, то, что вы делаете своими руками, и будет хорошо продаваться, то, возможно, это будет достаточно для вас. Так как это тоже работа, и тоже так же вы платите налоговые отчеты, и это также, я думаю, что это пойдет от пенсионной, потому что если вы платите налоги, то, значит, вы зарабатываете себе пенсию. Ну, а сейчас я думаю, что я вам покажу веб-сайте, с каких я начинала, и как ими пользоваться. Так вот, моя комната, где я занимаюсь моим рукоделем. Начну с этой стороны. Как видите, гладильная доска с утюгом, манекен, что, в принципе, он особой роли не играет. Вот, машинка вышивальная, машинка швейная, машинка вязывальная, там у меня под ней еще оверлок стоит, вот, нитки, тут у меня всякие принадлежности тоже, и здесь вот в шкафу ткани, и всякие запасы. Вот, сейчас расскажу по порядку. Так, здесь у меня тоже приставка к машинке. Часы, вот, если нужно время засечь, если нужно время посмотреть для какого-то нового проекта, и вот, чтобы мне не смотреть, просто голову повернула, посмотрела. Вот, тоже у меня ткани лежат, которые я в свое время накупила в магазине, когда была возможность покупать подешевле, были распродажи. Тут магазин, к сожалению, закрыли, и я более подробно расскажу в моем видео о том, где можно купить какие-то ткани. Спасибо. 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 Спасибо.